Такое условие для работы. А в самом деле, значит, как мы на это влияем, это уж другой вопрос, да? Потом мы получили, значит, так называемый рычаг правовой защиты интересов Кыргызстана и его бизнесментов во всем мире. Через эту систему правовой защиты ВТО. Им тоже мы не пользуемся. То есть, ВТО это хороший механизм для поиска отжития... Мы получили возможность вести переговоры с любыми странами, чтобы открыть доступ к поступлению наших товаров в другие рынки. Но этим тоже не занимаемся. Этим надо заниматься. Значит, мы получили возможность защищать внутренний рынок. И им тоже надо пользоваться. А просто не сидеть и говорить, что вот нас, как говорится, заварили товарами и так далее. И, наконец, вот говорят о том, что внутренние производители страдают. Нет, абсолютно нет. Внутренние производители должны быть конкурентоспособными. То есть, качественную продукцию... Конечно. Если мы их будем вечно защищать, они ничего качественного производить не будут. Почему внутренний потребитель должен страдать и довольствуется некачественным продуктом? У нас есть... Я думаю, что они достойны более лучшего. Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Почему в нашей стране не разрешается производство продуктов по техническим условиям? Это по требованиям ВТО, да? Тогда почему к нам в страну заводятся продукты с техническими условиями? Спасибо. У нас продукция, значит, по техническим условиям разрешается. Такого запрета нет. И ВТО здесь никакой роли не играет. Единственное, по требованиям Всемирной торговой организации, мы должны привести в соответствие международным стандартам, свои стандарты, в том числе технические условия. Если эти технические условия составлены еще при Советском Союзе и не переработаны, и не переизданы, и по нему выпуск... Может быть, такие случаи попадают. А по техническим условиям можно выпускать, и никаких запретов здесь нет. А почему мы не можем пользоваться в полной мере именно вот этим механизмом открывать свой рынок и осваивать новые рынки сбыта? Вот вы привели пример по китайскому послу, да? Значит, да, у нас двойной учет, да? Китайские таможенники дают одну цифру, наши дают другие цифры. Но я сказал одно из преимуществ ВТО, потому что вступлением в ВТО Кыргызстан стал транзитной страной, которая пропускает через свою территорию огромное количество товаров, услуг и так далее, финансов и так далее, да? Вот часть этих товаров, они проходят через Кыргызстан как транзитный груз в Россию, Казахстан, другие страны СНГ и так далее. Поэтому они растормаживаются уже там. А проходят нашу территорию, а растормаживаются другой территорией. И телезрительница говорила, что это дает государству. Это говорит... Как должно быть в идеале, и что у нас сейчас происходит? Это что дает? Вот допустим, Дордо и Харасульский рынок, это рынки, которые обеспечивают ВТСНГ. А они-то находятся на территории Кыргызстана. В них работают наши люди. Эти обороты остаются здесь. Заработанные деньги работают на внутреннюю экономику Кыргызстана. Создают дополнительные рабочие места, дополнительный бизнес. А чем тут плохого? То есть это еще одно преимущество, которое мы получили, в отличие от соседей по региону, вступив во всемирную торговую организацию. Мы как раз, если помните, говорили о том, что Кыргызстан должен стать транзитной страной. То есть страной, обслуживающей вот этот огромный поток юг-север или восток-запад. У нас есть на линии звонок. Послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Погромче, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот говорят о преимуществах ВТО, да? А куда смотрят таможенный контроль или государственные службы, которые должны были отвечать за детей, да? За здоровье детей. Вот они вводят из того же Китая запрещенные России игрушки. Или даже запрещенные, может, нашими службами, которые отвечают за сохранность здоровья детей. Игрушки напичканы, извините за выражение, химикатами. Спасибо. Спасибо. В рамках ВТО у правительства есть такой рычаг, так называемые санитарные и фитосанитарные меры, да? То есть если какая-то продукция, значит, каким-то образом влияет на здоровье человека или не проходит по нашим внутренним стандартам обеспечения безопасности жизни людей, то правительство должно принять решение и закрывать доступ такого вида продукции на внутренний рынок. Этим часто пользуются многие страны, и в этом никакого ущемления нет. Значит, это инструмент, надо пользоваться просто. А на ваш взгляд, наше правительство активно пользуется этими преимуществами, этими инструментами? Ну, мне кажется, этим сегодня не пользуются, потому что за каждым из этих товаров, потоком, который поступает по импорту внутренний рынок, находятся люди, которые каким-то образом разрешают эти проблемы, проходя мимо такого рода барьеров. А если, значит, в этом деле руководствуются только интересами населения и его безопасности, то, безусловно, такие рычаги есть, и можно закрывать такого рода. Вчера на встрече с журналистами, статс-секретарем Министерства транспорта и коммуникации Кванчбек Мамаев, он заявил, что в Кыргызстане следует облегчить процедуры прохождения границ и таможенных постов, и необходимо также снять физические и иные барьеры, чтобы создать зеленый коридор. Ну да. Ну это тоже предусматривается, значит... Что значит физические и иные барьеры? Значит, это барьеры такие. Вот человек приходит, да, приезжает в страну, значит, он может проходить через зеленый коридор, ничего не декларируя и показывая, да. Это говорит о том, что, значит, есть открытая такая граница, прозрачная граница. А есть страны, которые все проверяют до каждого, значит, чемоданчика, да. Хотя, значит, человек не декларирует ничего. Вот, наверное, речь идет об этом. Просто надо упрощать этот порядок прохождения людей, физических и юридических лиц через территорию Граждану. А насколько наши автомобильные дороги и железнодорожные пути соответствуют? Что для этого нужно? Ну, пути-то не соответствуют. Вы имеете в виду, наверное, таможенные переходы. Да, чтобы открыть, чтобы был зеленый коридор, инфраструктура, да. Таможенные переходы. Они соответствуют. Тут никакого этого не надо. Допустим, вот в Шенгенской зоне, как это происходит, да? Значит, ни в одной границе у государства никакая машина не останавливается. Он проезжает просто, смотрит, значит, если где-то есть подозрения, останавливает. А так проезжает. А у нас на таможенном посту каждая машина уходит по 10-15 минут, да? Значит, это огромные очереди. Это потеря времени и так далее. Это нервы. Поэтому, если бы мы перешли на так называемый зеленый коридор в отношении, допустим, хотя бы с соседними государствами, да, Казахстаном, Узбекстаном, хотя этот вопрос, конечно, не односторонний. Тут надо добиваться переговоров и достигать такого же режима пропуска со стороны другой. Об этом мы продолжим. Позже у нас есть звонок.